Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Спортсмен, активист, отличник учебы. В Нижнем Новгороде ищут пропавшего юношу. На днях молодой человек просто исчез. Откройте полиция. Участковые советского района дали старт профилактическим обходам своих территорий. Скоро и в вашу дверь могут позвонить. Эх, дороги. В Нижнем Новгороде начали ремонт асфальтового покрытия сразу на нескольких магистралях. Расскажем, на каких и где ремонт еще впереди. Столько музыки, Балахнинский район, да и вся область, пожалуй, еще не слышали. Алифа-фьючер-пипл отгремел в большом казино. А также любителям посидеть с удочкой на заметку. Валерий Шанцев пригласил наших корреспондентов на рыбалку и раскрыл некоторые секреты настоящего рыбака. Об этих и других событиях понедельника и минувших выходных расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей город. Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Итак, в Нижнем Новгороде начались поиски 18-летнего Максима Смирнова. Родственники и волонтеры пытаются выйти на след молодого человека, но пока безрезультатно. Максим ушел из дома 10 июля и до сих пор о нем ничего не известно. Хорошист, спортсмен, активист. Таким описывают его близкие. Что стало причиной такого поступка и куда мог уйти, Максим, выясняла Анастасия Данникова. Мы все пляжи уже обходили, обошли. Мы уже, не знаю, в седьмом, в нашем Сорненском, Сотлоярское озеро. Здесь на Бурнаковку все обходили. Здесь вот до моста, до Бурского дошли, все везде ходим, не знаю, смотрим все палатки, в лица вглядываемся. Искали по друзьям и знакомым. Искали в лесу, где Максим Смирнов любил гулять и отлично ориентируется. Но на след так и не вышли. В тот день он был дома один. Мама, как всегда, позвонила ему узнать, как дела. Но сын ответил, что очень занят и пообещал перезвонить. На этом связь оборвалась. Через 15 минут дома его уже не оказалось. Перед этим игрался он с мальчишкой через интернет в игру какую-то. И он говорит, Санек, подожди, мне кто-то звонит. И все, и он больше на связь больше не вышел. Как вспоминают родители, Максиму все интересно. Он призер Олимпиад по экономике, математике и информатике. Изучает два иностранных языка. Раньше занимался настольным теннисом, баскетболом, футболом. Самостоятельно научился играть на гитаре, купил дудочку и губную кармошку. В этом году он должен был закончить первый курс высшей школы экономики. Но Максим не пришел ни на один экзамен, хотя уверял, что ходит в ВУЗ. На предложении съездить отдохнуть, ребенок ответил родителям отказом. Когда стали все осматривать комнату, стоял вот этот вот рюкзак. Вот, у него будет стамеска, плоскозубцы, зубная щетка, зубная паста, вот какая-то веревка, какая-то пила ручная. Зачем она ему была нужна? Кроме инструментов, родители обнаружили и чужие джинсы, пропахшие дымом. Сам рюкзак Максим прятал под диваном. Для чего он все это собирал, если взял с собой только паспорт, деньги из копилки и губную гармошку, до сих пор непонятно. Сейчас родственники и волонтеры по всему городу начали расклеивать ориентировки. Ушел из дома Максим Смирнов 10 июля около трех часов дня. Одет был в розовую футболку, серую толстовку на молнии, синие джинсы, синие кроссовки с белыми шнурками. При себе имел синий рюкзак с голубыми вставками. Отличительные приметы брекета на зубах и серебряная цепь с крестом на шее. Вот уже пятые сутки от него нет никаких известий. Если вам что-то известно о местонахождении 18-летнего Максима Смирнова, звоните по телефону полиции 268-58-46 или родителям по номеру 8904-057-7192. А мы напоминаем, больше года в Нижегородской области разыскивают 15-летнюю Анастасию Каханюк. Известно, что девочка страдала синдромом Дауна. В ее поисках приняли участие около 300 сотрудников полиции, но пока безуспешно. Ее поиски продолжаются. Дело находится на особым контроле. Анастасия Данникова, Максим Жалыбин, Служба новостей город. К другим темам городских чиновников призвали с особым вниманием отнестись к ситуации, в которую попали беженцы с юго-востока Украины. И по возможности оказывать им как гуманитарную помощь, так и содействие в оформлении документов для того, чтобы остаться в Приволжской столице. Как сообщила в понедельник на оперативном совещании начальник управления по труду и работе с населением администрации города Галина Гуренко, по данным на 11 июля из Украины в Нижний Новгород прибыли около 900 беженцев. Большинство граждан соседнего государства остановились у своих родственников, остальные размещены в четырех пансионатах области. Кроме того, в администрацию Нижнего Новгорода обратились две семьи вынужденных переселенцев с просьбой оказать содействие в оформлении документов для постоянного места жительства в Приволжской столице. В ходе военных действий на юго-востоке страны обе семьи потеряли жилье и возвращаться теперь им некуда. Градоначальник принял решение взять обе семьи под личный патронаж. Я самостоятельно и лично беру патронаж пока над двумя семьями для того, чтобы они нормально могли устроиться, получить необходимые документы. И я надеюсь, станут новыми и очень хорошими жителями и гражданами нашей страны, жителями Нижнего Новгорода. Также в Нижний Новгород прибудут еще 120 беженцев. Они прилетят на самолете с юго-востока Украины. Напомню, в нашей области работают четыре пункта для временного размещения украинцев. В Кстовском районе, Заволжье, Сергаче и селе Никульском. В среду, 16 июля, региональная прокуратура проведет горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан Украины, прибывших в Нижегородскую область. Обратиться за своими вопросами можно по телефону 423-3323. В ваш дом идет полиция. С 14 июля по 30 сентября участковые будут совершать профилактические обходы, так называемую обработку жилого сектора. Первый обход в советском районе города уже состоялся. Профилактический обход больше похож на обоюдное знакомство. Жители знакомятся со своим участковым, особенно если он был назначен на эту должность недавно. А сотрудник полиции, в свою очередь, узнает, как живут люди и какие проблемные граждане есть в закрепленных за ним домах. С жителями участковый проводит профилактические беседы и дает визитки, где, кроме личных данных полицейского, указаны все телефоны и адреса полиции, а также информация, куда обращаться в экстренных случаях. Мы всегда рады нас видеть. Никто еще из квартиры не выгонял. Это наша присоединенная работа, если вы понимаете. Поэтому мы с людьми работаем, тесно общаемся. Если у кого-то есть какая-то информация, они и сами к нам приходят. Полиция не исключает, что вскоре к их обходам будут присоединяться добровольные дружины. Здесь даже больше может быть и психологическое воздействие в отношении граждан. Когда сотрудник полиции предъявляет какие-то требования, зачастую мы чувствуем агрессию со стороны ряда граждан. А когда все-таки простые граждане обращаются уже непосредственно к гражданам, те, которые, ну так скажем, нарушают закон, нарушают административное законодательство, мы видим все-таки на практике, что значительно иная реакция идет. Кандидаты на пост губернатора Нижегородской области продолжают собирать подписи в свою поддержку. Напомню, до 1 августа им нужно предоставить в обл. Сбирком 325 подписей. Один из лидеров гонки, выдвиженец от партии «Коммунисты России», уже набрал 160 подписей. Заканчивают их сбор и в штабе Валерия Шанцева. Я напомню, выборы губернатора пройдут 14 сентября этого года. И за два месяца до этой даты мы спросили нижегородцев, собираются ли они пойти на выборы. В большинстве случаев мы получили положительный ответ. На выборы я пойду. Почему? Наверное, потому что надо обладать активной гражданской позицией. Ну, за кого голосовать, тоже еще буду думать. Собираемся, собираемся, потому что мы граждане этого города. Нет, не хожу, в принципе. Почему? Ну, не считаю это эффективным. Скорее пойдем. Я лично пойду, скорее. Да. Ну, я тоже, наверное. Почему? Потому что... Это покажется по телевизору, да? Ну, потому что это такое будет знаковое событие, что мы сможем выбирать самостоятельно. Сейчас о происшествиях города и области. Наиболее яркие мы собрали в небольшой обзор. Очевидцы сняли на камеру мобильного телефона последствия аварии с участием фуры. Грузовик снес несколько метров металлического ограждения дороги. Выяснить, что привело к этому ДТП, у очевидцев не получилось. Дальнобойщиков в кабине не оказалось. Скорее всего, он в этот момент занимался вопросом эвакуации своего дальномера. Судя по повреждениям большегрузного автомобиля, в штакетник он врезался на привычной скорости. С учетом массы автомобиля можно судить о том, что ремонт ограждения и машина обойдется в круглую сумму. На круговой развязке в районе станции Пролетарская столкнулись два вазовских автомобиля. Момент столкновения зафиксирован на камеру регистратора очевидца. На съемке видно, что поток автомобилей двигается со стороны проспекта Ленина. Один водитель решил повернуть в сторону соцгорода, другой в сторону южного шоссе. В результате автомобили столкнулись. От удара одно из легковушек развернуло. К счастью, серьезных ранений в этом ДТП никто не получил. И вот о чем пойдет речь далее в нашем эфире. Эх, дороги! В Нижнем Новгороде начали ремонт асфальтового покрытия сразу на нескольких магистралях. Расскажем, на каких и где ремонт еще впереди. Столько музыки Балахнинский район, да и вся область, пожалуй, еще не слышали. Альфа-фьючер-пипл отгремел в большом казино. А также любителям посидеть с удочкой на заметку. Валерий Шанцев пригласил наших корреспондентов на рыбалку и раскрыл некоторые секреты настоящего рыбака. В центре Приволжья вновь можно приобрести стопроцентные белорусские товары. 14 июля красно-зеленые палатки развернулись на территории Нижегородской ярмарки. Головные уборы минской фабрики Людмила будут не только отлично смотреться, но и спасут от солнечного удара. Шляпки и панамы сшиты изо льна и хлопка. Поэтому даже в 30-ти градусную жару под палящим солнцем жарко не будет. Будет комфортно и в модных и практичных сарафанных юбках-брюках. Здесь же можно выбрать одежду и на осень. Плотный белорусский трикотаж предприятия «Константа» представлен женскими жакетами, кардиганами, костюмами. Шерстяные вещи не только согреют в холодную пору, но и подлечат. Поясы собачьей шерсти, жилеты из овечей, водолазки, пледы. Если вы предпочитаете носить эксклюзивные вещи, в палатке с тканями можно выбрать нужный материал. И шить себе, к примеру, блузку из чистого льна или халат из бязи, который никогда не полиняет. В палатке с платками вам не только помогут подобрать подходящий палантин, но и устроят бесплатный мастер-класс по тому, как его носить. Хозяек порадует большой выбор постельного белья. К примеру, лен. Шикарное качество. Выработка. Тоненький, вываренный. Не садится, не линяет. Также есть сатин у нас. Тоже наш барановический комбинат. Идет он как шелк. То есть вы отдыхаете полностью. Легкость такая вот. Гладкость. Просто шикарно. Ну и, конечно, непростительно проходить мимо продуктовых павильонов. Настоящие тушенка и сгущенка, натуральные колбасы, сыры, сало, молоко без добавок, шоколад и мармелад со вкусом детства. И такой незаменимый в жару квас. Ну, для лета привезли. Квасы холодные, костюмы купальные, да, блузки, рубашки из хлопчатой бумажной ткани, изо льна. Главные уборы, панамки для лета. На курорт можно съездить и в огороде поработать. Вот, шлепанцы, обувь летнюю. Ярмарка проработает до 20 июля включительно. 100% белорусские товары расположились по адресу. Улица Свонаркомовская, 13, территория Нижегородской ярмарки. Дополнительные информации по телефону 8 925 589 84 63. Посмотрите первый городской телеканал в эфире служба новостей город. У врачей, учителей и работников культуры в следующем году увеличится зарплата. Когда конкретно и насколько, знает Юлия Карабасова. Об этом и не только она расскажет в рубрике «Короткой строкой». Спонсор рубрики «Короткой строкой» – народное финансирование «Алтын». Здравствуйте. Глава администрации города Олег Кодрашов взял ремонт дорог под личный контроль. Я напомню, сейчас работы по восстановлению асфальтового покрытия идут на проспекте Гагарина у завода «Нител». На Пахвалинском съезде, Комсомольском шоссе и на улице Лопатина. Работы ведутся и на пересечении улиц Гоголя и Обозная. Здесь обустраивают парковочные карманы. С 21 июля новый асфальт начнут укладывать еще на пяти участках в разных районах города. Все работы проводятся в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта. Соцработникам повысят зарплаты с 1 января следующего года. По данным Министерства социальной политики Нижегородской области, самое большое повышение зарплат в бюджетной сфере ждет работников культуры. Их зарплаты вырастут больше, чем на 30%. У воспитателей, педагогов, доп. развития и учителей зарплата увеличится на 15-20%. Врачам прибавят чуть больше 21%. С 1 марта на 32% увеличатся зарплаты педагогам учреждений соцзащиты. Мелколистная липа может стать зеленым символом Нижегородской области. На сайте Департамента лесного хозяйства области можно отдать свой голос в поддержку растения, которые будет олицетворять регион. Среди президентов липа мелколистная – боярышник, клен татарский, роза ругоза и хохлатка. На сегодняшний день лидирует липа мелколистная. Это дерево набрало больше 800 голосов. В дальнейшем растение символ Нижегородской области будет использоваться в экологических проектах. Голосование продлится до 31 августа. Больше тысячи футбольных болельщиков пришли посмотреть финальный матч чемпионата мира на Гребном канале. Несмотря на то, что сборная России выбыла из чемпионата, нижегородцы все равно пришли на Гребной канал в зону фан-феста. В ночь 13-14 июля в решающем матче встретились команды Германии и Аргентины. Чемпионом мира стала сборная Германии. Я напомню, в 2018 году Нижний Новгород будет принимать следующий чемпионат мира по футболу. Площадка, где проходит фан-фест, будет модернизирована. Часть отдадут школе по Гребле, а другую часть по спортивные объекты. Это был весь короткий обзор событий понедельника, 14 июля. Мегаватт звука, еще больше света и только лучшая музыка. В минувшие выходные в Нижегородской области прошел фестиваль электронной музыки и современных технологий «Альфа Фьючер Пипл». На двух сценах, построенных специально для фестиваля в поселке Большое Казино, выступили 40 диджеев с мировым именем. За три дня музыкальный фестиваль «Альфа Фьючер Пипл» поразил всех посетителей своим масштабом. Уникальной была главная сцена в виде огромного робота, у которой в такт музыки сменялась световая инсталляция. В первый день со своими сетами выступили Пол Акинфолт, Маркус Шульц, Бенни Бенасси и Авичи. Все гости фестиваля ночевали в палатках под открытым небом в зоне кемпинга, где, кстати, были оборудованы умывальники и душевые кабины. Гостей фестиваля будили огромные роботы высотой в 2,5 метра, эти киборги представляли инновационные технологии. Современной была и система оплаты еды и напитков. На входе всем посетителям надели браслеты с чипами, которые можно было пополнить деньгами. Нашлось время и для спортивных развлечений. Гости могли поиграть в волейбол, стритбол, заняться йогой, после чего продолжить танцевально-музыкальный марафон. К слову, на второй сцене выступали не электронщики, так в большое казино приехала Земфира, правда, в составе группы Учпач-Мак. Я желаю этому фестивалю продолжения, и электронщики это хорошо, но живая музыка еще круче. Все это время за порядком на фестивале следили больше 800 сотрудников полиции и частных охранных предприятий. Ни чешуи, ни рыбинки. С таким напутствием в минувшее воскресенье тысячи жен отправили своих супругов отмечать свой праздник. 13 июля в России был день рыбака. Ну а мы узнали о рыболовном пристрастии главы региона Валерия Шанцева и напросились отметить этот праздник вместе с ним на одном из прудов Кстовского района. Что из этого получилось, знает Павел Буянов. Кстовский район. В воскресенье, 13 июля. На часах еще нет и 7 утра. Наша съемочная группа еще только собирает с Настей и готовит лодку. А помощник шепотом сообщает, шеф уже давно на воде. Издалека совсем не скажешь, что вот этот мужчина в лодке, на середине пруда, тот, кого боятся и уважают чиновники всех рангов. На резиновой лодке тихо подплываем к лодке Валерия Павлиновича. День рыбака глава региона начал с ловли щуки. Техника ловли совершенно другая. Если там бросаешь, поплавочек стоит и на одном месте рыба клюет. То здесь ты как бы имитируешь, что рыба плывет. Вот это называется блесна. Цепляешь ее и начинаешь крутить. И она плывет. То есть ты как бы даешь хищнику понять, что плывет рыбка. И надо ее хватать. Она вот за этот крючок цепляется и ловится. Рыбачься с детства? Как помню себя так рыбачь. Потому что в деревне все время летом отдыхал. Как только школа заканчивалась в Москве, так деревню, навольная хлеба, рыбалка, грибы. Увидеть Валерия Шанцева вот так, вне кабинета, да еще и без галстука, такой шанс выпадает, возможно, раз в жизни. И мы, как журналисты, естественно, воспользовались этим шансом, чтобы узнать о нем как можно больше. Секреты, они для родной рыбы свои. Я, однажды, когда еще был подростком, лет 15, сосед у меня, заядлый рыбак, и, знаешь, пришел с учебы, он говорит, еще поехал со мной на рыбалку, на истру. Я ему поехали, он говорит, только каши манной свари. Ну, я все сделал, сварил. Приехали мы с ним на истру. Вот, вот, лодки стоят рядом. Поплавки забрасываем рядом. У него клюет, а у меня не клюет. Часа два стояли, он уже прилично наловил, у меня ничего. Потом он говорит, ладно, бери мою кашу. Я кинул мне комочек этой каши, насадил, только забросил, сразу клюнул. Вот, а потом я чувствую, что у меня руки чем-то пахнут. Оказывается, он анисовые капли туда добавил, и запах от них идет. Он говорит, вот, видишь, можно для каждой рыбы свой секрет. Разговор прерывают, сработала снасть с живцом. Два кружка отбито. Где? Там есть. Ну и что, сбило, но не клюнуло? Нет, вообще, я ждал, сбило. Ааа. Тело, подорвало. Поставил? Поставил. Эта приманка не сработала, и мы возвращаемся на прежнее место. Там накануне щука выходила на охоту за мальком. На рыбалке даже глава региона превращается в заядлого спортсмена, жаждущего хорошей поклевки. Ну, это страсть. Это вот у меня, например, если я знаю, что я в субботу или воскресенье поеду на рыбалку, у меня целую неделю хорошее настроение. Рада встать, да? Не зря говорит еще такая пословица есть, что Бог время, проведенное на рыбалке, в лимит жизни не засчитывает. Здорово. Поэтому это все плюс к тому, что тебе отведено. Ну, рыбалка это нормально, рыбалка это день. Утром пришел, вечером ушел, чтобы и попасть на утреннюю рыбалку, и на вечернюю зорьку тоже. На соседнем пруду уже приготовлены снасти на карпа, и нас уже зовут на берег. Но отказать нашей Евгении Ивановой и не научить ее рыбачить на спиннинг не смог даже Валерий Павлинович. И вот туда удилище бросаешь, и в это время отпускаешь вот эту руку, вот эту. Мне кажется, сейчас я оператора поймаю. Да, да, да. Кидай туда. А, прям вот замахнуться, да? Да, замахиваешь и туда, как бы хлещи. Хорошо. Вспоминать и жалеть о той щуке, которую на наших глазах Валерий Павлинович поймал и почти закинул в лодку, мы не будем. Если бы Евгения Иванова знала, что такое садок, и не стала бы пытаться вытащить эту щуку руками. А получилось, как в известном фильме. На другом берегу даже журналисты не смогли помешать главе региона вытащить приличного карпа. Пока мы тоже пытались поймать по рыбке, Валерий Шанцев уже стоял у плиты и делился секретами приготовления ухи. Рецепт приблизительно одинаковый. У всех там разные специи кто-то кладет. Самое главное, что сначала сварить бульончик, картошка, специи. Потом, где-то минут за 10-15, для того, как картошка разваривается, надо положить рыбу, чтобы она вместе с картошкой и сама была сварилась, и не расползлась. Потому что, когда рыба расползется в ухе, не очень хорошо. Думаю, бульончик отдельно, юшечку из кружечки пьешь, а рыбку отдельно на тарелочку. И получается хорошо и первое, и второе. Что говорить, уха получилась на объедение. Сразу понятно, что пока область в этих руках, голодными мы уж точно не останемся. С днем рыбака. С днем рыбака. Я теперь тоже рыбака. Павел Буянов, Евгений Иванов, Александр Батраков и Кирилл Волков. Служба новостей город. Теперь новости интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Сальто и другие зрелищные трюки в воздухе. Неподдельные эмоции нескольких тысяч зрителей. На трассе Нижегородское кольцо прошел традиционный фестиваль «Русские горки». Сейчас видеоролики с восхищенными отзывами появляются во всех соцсетях. В соцсетях также появились фотографии со съемок сериала «Метод». Головную роль следователя-одиночки играет в нем Константин Хабенский. Нижегородец Сергей Лушников поделился снимками. Съемки картины проходят на улицах города с июля по декабрь этого года. Забрался на самую высокую опору канатной дороги. Видео с таким названием появилось в интернете. Автор Даниил Яворовский уверяет, что поднялся на высоту 80 метров и оттуда снял на видеокамеру панораму города. Убедительная просьба не повторять эксперимент. Это опасно для жизни. Зажгла своими хитами весь город. В минувшие выходные на дне рождения одного из торговых центров выступила певица Бьянка. Были и танцы, и откровенные наряды. Сейчас и давние, и новоиспеченные поклонники выкладывают в сеть фото и видеозвезды. Одной из первых стала Ирина Малая. Ну что ж, ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир. Но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». И далее наш традиционный опрос о своих хороших новостях нижегородцы и гости города рассказали нам, а мы сейчас покажем вам. Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» у меня самые хорошие новости. 11 числа, 11 июля. Очень хорошо, я очень рада, что у меня внук, что я с ним гуляю, что есть такая возможность. Я хорошо закончила школу, у меня все хорошо. Хожу, гляжу, слышу, это уже хорошие новости. Внучка у меня родился Егорушка, вот занимаюсь хлопотами. Ну что еще? Ну, день рождения, вот 16 июля. Гостей жду. Ну и в завершении выпуска о погоде. В середине лета Нижний Новгород накрыл-таки по-настоящему летний антициклон. Будем надеяться, что он пробудет у нас подольше. И вот какая погода ждет нас завтра, сейчас узнаем у Юлии Карабасовой. Я передаю ей слово. Добрый вечер, Дима. В старину дата 15 июля была посвящена мифическим существам Берегине. Сказочным девам про образу русалок, жившим в воде. Люди верили, что они иногда выходят из воды и сидят на ветвях березы. Поэтому привязывали к березовым веткам вышитое полотенце с изображением утки, одного из воплощений Берегине. В народе примечали, если к 15 июля проглянут первые желтые листья, то осень наступит рано. И зима будет ранней. По прогнозам синоптиков, завтра днем в Нижнем Новгороде воздух прогреется до плюс 29 градусов. Будет малооблачно. Ночью столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов. Номер 217-01-71. В 8 часов вечера смотрите на нашем канале фильм «Залечь на дно в брюге». Я же с вами на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем плюс 29 градусов ясная погода. Ночью плюс 20, малооблачно. В среду 16 июля 30 градусов тепла днем, малооблачно. Ночью плюс 22. 17 июля в Нижнем Новгороде днем плюс 26 градусов, малооблачно. Ночью 19 градусов со знаком «плюс». Субтитры предоставил DimaTorzok